Новосибирск Как складываются эти начисления? Возможно ли ошибки в таких корректировках? И что делать для снижения расходов на отопление? Об этом поговорим с ведущим специалистом группы реализации физическим лицам новосибирского филиала Сибирской теплосботовой компании Лидией Мастюгиной. Лидия, здравствуйте. Постановление, по которому жители Новосибирской области платят за отопление равными частями, приняли еще в 2016 году. Но каждый год у новосибирцев возникают вопросы. Почему мне выставили в начале года счет за тепло больше или меньше обычного? Давайте еще раз поясним, что за система 1.12. 1.12. это такая система, когда жители ежемесячно оплачивают фиксированную сумму за отопление и потом в начале года, то есть в первом квартале следующего за расчетным, в данном случае, например, в первом квартале 2024, за 2023 год им производится так называемая годовая корректировка. То есть это перерасчет начислений, которые были в течение 2023 года на фактический объем по показаниям общедомового прибора учета и при их наличии индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Как оно рассчитывается? Мы, получается, сравниваем то, что было начислено, скажем так, в течение 2023 года по 1.12 и то, что должно быть фактически начислено по показаниям общедомового прибора учета. То есть у нас есть в 354 правилах приложение, в котором указаны формулы, по которым это все рассчитывается для каждой категории домов при наличии индивидуальных приборов учета или при их отсутствии формула своя. А почему в том же Барнауле или Красноярске платят в зависимости от ежемесячных показаний счетчиков? Могут ли сами жители дома в Новосибирске выбрать такую систему оплаты? Систему оплаты в данном случае выбирает правительство региона. То есть в нашем случае это правительство Новосибирской области приняло то самое 211 постановление, по которому мы платим по 1.12. Есть новосибирские дома, в основном, конечно, это новостройки, где не только общедомовые приборы учета, но и в каждой квартире. Их показания учитываются при корректировке платы за тепло. И, например, может ли человек подкрутить себе отопление на минимум и заплатить, соответственно, копейки? Да, показания у нас принимаются к учету, то есть мы их также, мы их в течение года к оплате не выставляем, мы их фиксируем у себя в программе. То есть мы их фиксируем, а ежемесячно человеку выставляем также 1.12. И при расчете годовой корректировки мы также учитываем эти показания индивидуальных приборов учета. У нас же есть люди, кому-то и плюс 30 холодно, а кому-то и минус 10, знаете, жара. То есть человек может уменьшить, скажем так, свое потребление тем, что, допустим, кто-то отключает батареи, у нас сейчас большинство батареи с специальными фиксаторами, то есть можно уменьшить и так далее. Соответственно, если у него батареи отключены, то и потребление тепла будет меньше. Но обращаю внимание, что квартиры, в которых есть индивидуальные приборы учета, платят не только по этим приборам. Мы все живем в многоквартирных домах, то есть у нас есть подъезды, какие-то лестничные площадки, которые тоже отапливаются. Поэтому даже при наличии индивидуального прибора учета мы платим по показаниям этого прибора и плюс еще некоторую долю по общедомовому прибору учета, которая также рассчитывается по специальной формуле из правил 354. Поэтому если даже у человека, скажем так, вот есть квартиры, в которых все батареи выключены, потребление по прибору ноль, некую сумму все равно нужно заплатить, потому что есть доля от общедомового прибора учета. Получается, не нужно удивляться, если ты увидел все равно какой-то плюс за тепло. Получается, главное достоинство платы за тепло равными долями – это равномерные затраты в течение всего года. Так получается, да. И жители домов, где нет приборов учета тепла, платят по нормативу, верно? Да, они платят по нормативу также ежемесячно в течение всего календарного года. И какова примерная доля таких домов сейчас в Новосибирске? Всего домов в Новосибирске, оснащенных общедомовыми приборами учета, у нас порядка 72%. Ну, то есть, соответственно, оставшиеся 28% – это дома, которые рассчитываются по нормативу потребления. До конца марта новосибирцы получат квитанции с корректировками. Какой там будет расклад в целом? Многие ли уйдут в плюс? На самом деле нет. В этом году по большинству домов почти 80% у нас будет с отрицательной годовой корректировкой. Это значит, что жители получат с отрицательным перерасчетом, и ежемесячные их начисления, которые были в 2023 году, в 2024 году станут меньше. Почему это произойдет? Во-первых, у нас отопительный сезон 2023 года был короче, то есть, у нас на несколько дней, но все же, по сравнению с 2022. И средняя температура зимы тоже была чуточку выше, чем в 2022 году. А здесь, смотрите, такой момент, поясню. Вот эта сумма, которую мы платим ежемесячно в течение года, она тоже берется не с потолка. Это среднемесячное потребление за предыдущий год. Вот, то есть, в 2023 году мы платили по среднемесячному потреблению за 2022 год. То есть, соответственно, в 2022 году потребление было чуть больше, в 2023 году мы платили чуть больше, соответственно, в 2024 году мы получим минус. А ошибки в этих суммах могут быть и по какой причине? А чаще всего, конечно, могут быть ошибки в тех домах, где есть индивидуальные приборы учета. К сожалению, бывают жители, передают некорректно, ошибаются, не передают в течение года, потом получают квитанции и вспоминают о том, что у них есть такие индивидуальные приборы учета. А здесь, ну, конечно же, нужно обращаться, если это к исполнителю коммунальных услуг. То есть, если у вас прямые договоры или непосредственно с поступравления, обращаться нужно непосредственно к нам. Если же это управляющая компания, соответственно, в управляющую компанию. То есть, к той организации, которая производит начисление услуг, нужно обращаться любым удобным способом, и, соответственно, будут рассмотрены все ваши вопросы. Но, может быть, и неисправный счетчик. Часто люди попадают как раз на это. Ну, к сожалению, да, такие ситуации бывают, но, обращая внимание, счетчики, как индивидуальные, так и общедомовые приборы, они, это собственность жителей. То есть, соответственно, обязанность за ними следит, лежит также на жителях. Соответственно, если какие-то вопросы возникают по счетчикам, то есть поверка, либо вы считаете, что он показывает какие-то некорректные показания, обязательно нужно обращаться, опять же, к исполнителю коммунальных услуг для вызова специалиста, чтобы составить акт. Потому что, если у вас счетчик работает некорректно, к сожалению, мы об этом не узнаем, пока вы не придете и нам об этом не скажете. И для того, чтобы нам это зафиксировать, нужны документы. То есть, поэтому, еще раз напоминаю, что счетчики, любые индивидуальные общедомы, это собственность жителей. В начале года СГК делала внеплановую корректировку платы для тех домов Левого берега, которые были без отопления из-за масштабных аварий. Как в этом случае вели подсчет в домах со счетчиками и без них? Для домов без счетчиков у нас есть пункт 99 в правилах 354. То есть, он как раз-таки для дармов, которые рассчитываются по нормативу. Для домов с общедомовыми приборами учета у нас есть отдельно правило, утвержденное постановлением правительства номер 808, в которых также описан подробно алгоритм расчета вот этой корректировки. То есть, все в соответствии с этими двумя нормативными документами. Сейчас, получается, со всеми уже считались, все эти вопросы закрыты. Да. Спасибо за интервью. А я напоминаю о корректировке платы за отопление. Мы говорили с ведущим специалистом группы реализации физическим лицам новосибирского филиала сибирской теплосботовой компании Лидией Мастюгиной. Редактор субтитров А.Семкин